Что приходит на ум, когда спрашивают о воспоминаниях из детства? Это, конечно же, воспоминания о том, как мы ездили на велосипедах по улицам разных населенных пунктов, будь то город, деревня или же поселок, так же и в Турции. Если задать местному жителю сказать слово Bessan, то у многих на ум придет марка, которая производит велосипеды и мотоциклы, а в частности Bessan Cycle. Многие местные жители ездили на таких велосипедах еще очень давно. Эта марка основана в 1963 году, и велосипеды этой марки делаются по сей день. В частности, вот он, старый образец, который делался еще в 1963 году, только нового выпуска. Это Bessan Cycle Roadster Classic, о котором я и говорил, что выпущу более полное видео. Субтитры подогнал «Симон» И что первое бросается в глаза при взгляде на этот велосипед? Это огромный, массивный, крепкий багажник, который стоит в хвосте этого велосипеда. Также к интересным моментам можно отнести довольно мягкие сиденья, на которых можно довольно с комфортом ездить по дорогам, даже по ухабистым дорогам. Также сзади на крыле установлен фонарь с защитой и с подсветкой, которая работает от кнопки, установленной сзади. Перед также не остается без освещения. Спереди установлена светодиодная фара, которая работает на батарейках и включается с маленькой кнопочки. Также к особенностям этого велосипеда можно отнести работу его тормозов. Здесь не привычные тормоза на тросиках, а тормоза, сделанные на тягах. И работают они вот так. Конструкция выглядит довольно надежной, и тросики здесь не порвутся и не растянутся. Задний тормоз также сохранился в хорошем состоянии, и он работает вот так. Он также сделан на таких же тягах, и вся эта конструкция прекрасно себя чувствует и работает. Все мы помним обычные велосипеды с кривой подножкой сбоку. Их обычно было неудобно ставить в землю, и они постоянно падали на бок. В таком же велосипеде можно увидеть, что такого не произойдет. Этот велосипед ставится на большую подножку, и из-за этого он стоит ровно и устойчиво. С таким велосипедом не приключится ничего плохого, и он не упадет на бок и не поцарапает свою краску. Еще к особенностям такого велосипеда можно отнести вот такое устройство для натяжения цепи. Также на этом велосипеде установлена резина с эмблемой модели, данной модели велосипеда, а именно Родстер. И интересным дизайнерским решением и решением по безопасности стало установление вот таких вот катафотов в ручке на руле. По нынешнему курсу данный велосипед стоит 2800 лир или же 9300 рублей. И нам разрешили на нем прокатиться. А как вам такой велосипед? Хотели бы вы на таком прокатиться в своем детстве и как он вам внешне? Напишите об этом в комментариях, мне будет интересно почитать, и я отвечу всем. На этом мы будем краткий обзор наш заканчивать. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!